Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Когда мы слышим слово оптика и Япония, на ум сразу приходят названия именитых и всемирно известных брендов. Однако, как выясняется, японское качество – продукт интернациональный и может проявляться в различном обличье. Бинокль Arsenal 8х42 DCF – наглядный тому пример. Итак, как же выглядит подобная симбиоз на практике? Посмотрим коробку с биноклем и ее содержимое. Черная, небольшая, приятно оформленная коробка оставляет положительное впечатление. Внутри коробки находится мягкий футляр с биноклем. Футляр изготовлен из темной прочной ткани. Внутри он отделан нейлоном. Небольшой карманчик спереди. Там лежит салфетка для протирки оптики и надежный эластичный наплечный ремешок добавляет комфортности при использовании футляра. Закрывается он с помощью липучки. Для ношения на шее в комплект поставки бинокля включен специальный ремешок, выполненный из прочного черного нейлона. Петли крепления ремешка к корпусу бинокля надежные, литые, без острых краев. Обратимся к самому биноклю. Корпус бинокля из поликарбоната, армированного стекловолокном. Покрыт приятным на ощупь слегка шершавым черным резиновым покрытием. Стоит отметить, что бинокль полностью герметичен и заполнен азотом, что исключает запотевание оптики. Эргономика бинокля на высоте, он хорошо сбалансирован и отлично ложится в руки. В целом бинокль сделан добротно. Качество изготовления и сборки создает очень приятное впечатление, этакий маленький самурай. К слову нужно сказать, что в доказательство своего происхождения каждый бинокль получает индивидуальный серийный номер и надпись Made in Japan, которые легко можно рассмотреть с внутренней стороны корпуса бинокля. Для защиты оптики, адрозии и пыли у бинокля имеются крышки на объективы и окуляры. Они выполнены из эластичной черной резины и плотно прилегают к корпусу. Крышка на окуляры сдвоенная, имеет резиновую перемычку и петлю для крепления к шейному ремешку. Крышка на объективы откидные и крепятся к тубусам бинокля фокусировка резиновыми кольцами. Наглазники на окулярах регулируемые жесткие обрезиненные типа твист. При подъеме явственно слышны два клика, которые соответствуют высоте наглазника 5 и 10 мм. Вынос удаления выходного зрачка бинокля порядка 20 мм, что позволяет использовать его, не снимая очков. Фокусировка бинокля внутренняя, центральная. Барабанчик фокусировки пластиковый с рифленым резиновым покрытием. При наводке на резкость легко обеспечивает надежный тактильный контакт и точную фокусировку. Плавное движение барабанчика фокусировки достаточно информативно, чему способствует запас хода почти в два оборота. Минимальная дистанция фокусировки бинокля составляет 2 м, это очень хороший показатель. Диоптрийная подстройка под индивидуальные особенности зрения традиционна и производится пластиковым рифленым колесиком вокруг правого окуляра. Теперь осмотрим внимательнее оптическую часть. Бинокль имеет ахроматические объективы диаметром 42 мм. Внутренние поверхности корпуса бинокля зачернены хорошо, что предотвращает рассеивание света внутри и тем самым увеличивает контраст изображения. Бинокль построен по оптической схеме RUF. Призмы бинокля выполнены из высококачественного оптического стекла БАК-4, позволяющего изготавливать оптические приборы, обладающие широким и равномерно освещенным полем зрения. На поверхность призм бинокля нанесено фазокорректирующее покрытие и напылен светоотражающий серебряный слой, минимально рассеивающий свет. Все оптические элементы бинокля имеют полное многослойное просветление Perfect Multi Coated зеленоватого и сиреневого оттенка. Такая конструкция позволяет обеспечить исключительно четкую, контрастную и яркую картинку. Поле зрения бинокля велико и составляет 7,2 градуса или 126 метров на удалении 1000 метров. Этот показатель достигнут благодаря использованию широкоугольных окуляров. Бинокль можно установить на штатив с помощью классического L-адаптера. Для этого на корпусе бинокля имеется резьба, прикрытая пластиковым колпачком. Наблюдения с биноклем также порадовали. Чистое резкое поле зрения с хорошим виденым краем. Аберации минимальны, бинокль дает замечательное качество изображения практически на 90% поля зрения. Особенно порадовала глубина даваемого изображения и натуральная вкусная цветопередача. Бинокль очень хорошо фокусируется во всем диапазоне от двух метров до бесконечности. Делается это буквально в два касания пальцем барабанчика фокусировки. В сумерках бинокль тоже работает успешно, позволяя вести эффективные наблюдения во время гражданских сумерек. По итогам всестороннего тестирования можно с уверенностью сказать, что бинокль действительно хорош и ко всему имеет более чем разумную цену. На сегодняшний день это едва ли не самый удачный выбор в своем классе. Сумма потребительских качеств этого бинокля такова, что он может с успехом применяться практически в неограниченном спектре задач. От наблюдений за живой природой или спортивными соревнованиями до морских прогулок и обзорных наблюдений звездного неба. Поэтому, если вы хотите приобрести универсальный бинокль, который послужит вам долгие годы, обратите свое внимание на эту модель и вы не пожалеете. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Астроскоп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok